Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Впереди Кубок Конфедерации, Мундиали, Военные Игры. Вице-губернатор Анна Менькова проверила, насколько готовы к этим мероприятиям медицинские службы. Почему в верхнем юрте проблемы с водой? В ситуации на сходе граждан разобрался глава Сочи. Четверть трудоспособных сочинцев получает зарплату в конвертах. На курорте продолжается борьба с незаконной занятостью. Солдат вернулся домой. В Сочи захоронили останки Григория Некрасова, ушедшего на фронт, несмотря на бронь. На Кубани усилят контроль за продажей пиротехники и активизируют работу по выявлению нелегального алкоголя. Такие поручения дал Вениамин Кондратьев. Глава региона провел краевой совбез, главным и единственным вопросом которого стала подготовка к новогодним праздникам. Подробности у наших краснодарских коллег. Для правоохранителей Новый год один из самых трудных праздников. Чтобы отдых жителей и гостей Кубани ничего не омрачило, они переходят на усиленный режим несения службы. На круглосуточные дежурства вместе с полицейскими заступают казаки, пожарные, врачи, коммунальщики. В преддверии новогодних каникул Вениамин Кондратьев на совбезе проверяет готовность всех служб. Уже сегодня зимние курорты края начинают принимать отдыхающих. Самый большой наплыв туристов ожидается, конечно, в Сочи. Последние дни город засыпает снегом. Вениамина Кондратьева интересует, насколько повлияла непогода на работу курортных комплексов. У нас никаких сегодня жалоб от гостей по поводу снега нет. Готова Красная Поляна к приему гостей. Готова Красная Поляна и город Сочи. Дело в том, что на Красной Поляне максимальное размещение будет 20 тысяч человек. А в целом по городу Сочи свыше 100 тысяч. Поэтому не только Красная Поляна. Готовиться в крае и к детским елкам уже совсем скоро начнется череда утренников. Школьников повезут на новогодние представления и спектакли. Все места проведения мероприятия Вениамин Кондратьев поручает взять под особый контроль. А за безопасностью детей начать следить еще во время их перевозки. Школьные автобусы должны сопровождать полицейские патрули, но организовать их отдельно для каждого класса весьма проблематично. Не нужно, еще раз подчеркиваю, как мы уже договорились, создавать проблему дорожно-патрульной службе, потому что каждому автобусу сложно будет найти экипаж. Вот организовывайтесь баллоны, синхронизируйтесь, делайте такой график, чтобы можно было на самом деле сопроводить детей дорожно-патрульной службой. В текущем году выявлено 117 нарушений законодательства, которые допущены при организованной перевозке детей автобусом. Основные нарушения это не предоставление госавтоинспекции уведомления об организованной перевозке детей, либо заявки на сопровождение спецавтомобильным. 41 факт. Коллеги, вот давайте не будем мериться компетенцией. Мы все вместе сегодня несем ответственность, как пройдут эти новогодние праздники. И в целом жизнь и безопасность, спокойную жизнь в нашем регионе. Все умные люди, я не приму ни одного оправдания или попытку оправдаться. Если вдруг будет ссылка начальника полиции, РОВД, что он где-то не так, я хотел. У вас достаточно у всех ума договориться, синхронизироваться, выстроить алгоритм и нормально выполнять то, что сейчас об этом я сказал, мне Николаевич сказал. С беспокойством новогодние праздники ждут медики. Ведь в эти дни чуть ли не в каждом дворе гремят фейерверки. Далеко не всегда хорошего качества и еще реже с соблюдением всех правил безопасности. Как следствие, ожоги и травмы детей и взрослых. Не допустить такого стихийного стрельбища – еще одна задача, которую ставит губернатор. Взято на учет 1849 мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. И 123 мест хранения и реализации пиротехнической продукции. Особое внимание уделено местам проведения фейерверков. 53 места таких у нас будет. Вместимостью 12 860 человек. Мы должны максимально понимать, кто и где продает пиротехнические изделия. Взять каждую точку под контроль и понимать, что пиротехнические изделия должны продаваться в специальных павильонах. И отвечать всем требованиям, которые сегодня являются нормативными актами, к их качеству. Проверить нужно и качество алкоголя, говорит Вениамин Кондратьев. От злоупотребления спиртным жертв еще больше, чем от взрыва петард. Всего за один месяц на Кубани выявили 11,5 тысяч литров контрафакта. И речь в том числе о шампанском. А ведь виноделие – одна из визитных карточек региона. Краснодарский край вполне может обеспечить себя качественным алкоголем, считает губернатор. Но крупные винзаводы не могут пробиться на рынок из-за того, что тот забит фальсификатом. Не верю, что никто не знает, что где-то цех, где-то льют, где-то разливают. И это же не легковыми машинами разводятся фуры. Обназначены. Или заинтересованы – не видеть. Или на самом деле настолько равнодушны. Почему мы допускаем этот факт? На самом деле или уже засиделись некоторые, и непонятно, за что они делают на своих рабочих местах. Вот Юрий Федорович Блюков, вот все равно, это же есть департамент у нас потреб сферы и регулирование алкогольного рынка. Но без нас-то рынок кто-то регулирует. Где же тогда ваша, на самом деле, деятельность, работа с тем, чтобы сегодня пресечь вот эти вот цеха? Ну да, есть такие моменты. Ну как-то есть моменты. Это ЧП. Каждый такой случай – это ЧП, это не моменты. По большому счету, вот тот зам главы поселения или муниципального образования, который курирует сегодня потреб сферу и регулирование рынка, вы же не только лицензии должны алкоголь-то выдавать в идеале. Ну конечно. Тогда вот этот должен давно уже оставить свои места, если он мышей не ловит. А если под боком идет какой-то теневой рынок, то вы вообще ничего не можете регулировать. Новогодние каникулы продлятся чуть больше недели. За это время во всех районах и городах Кубани пройдут тысячи праздничных мероприятий. И насколько спокойными и богатыми на приятные эмоции они будут, зависит от каждого из присутствующих, резюмировал губернатор. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Краснодар. Со вступлением в должность нового мэра Краснодара поздравил губернатор края. На встрече с Евгением Первышовым Вениамин Кондратьев пожелал городоначальнику успехов на новом месте. Напомнил, что работы в Краснодаре будет много. В первую очередь это внесение изменений в генеральный план краевой столицы. Краснодар и краснодарцы, поверьте, где-то долго ждали. И я надеюсь, они дождались того мэра, который сможет повернуться лицом и к проблемам, и к краснодарцам. Надеюсь, что то, о чем мы говорили, это зеленые зоны, скверы, парки, детские сады, школы, поликлиники, спортивные площадки. Однозначно будут множиться в нашем городе. А то, что мы имеем, я имею в виду в части зеленых зонов, однозначно сохранены. Ваша принципиальная позиция во многом позволит сегодня устранить те недочеты, где-то ошибки прежнего руководства. Власть должна уважать жителя, каждого жителя города, как и каждого жителя края. И еще очень важно, я бы хотел вам сказать, чтобы в своей работе руководствовались в первую очередь общением с населением, с горожанами. Нужно спросить у них, нужно ли им то, что сегодня власть пытается им предложить или для них сделать. Открытость власти – это тот приоритет, который мы будем на сегодняшний день ставить, наверное, на первое место для того, чтобы реализовывать те задачи и программы, которые городу Краснодару нужны. Если мы не сможем объяснить тот или иной проект нашему населению, то, значит, этот проект у нас не будет принят, и мы его не будем декларировать и реализовывать. Второе, самое главное, конечно же, это план развития самого города Краснодара, его стратегического развития. Ни на год, ни на два. Мы этот план должны разработать на десятилетия. Должно содержаться не только развитие градостроительной деятельности, в этом стратегическом плане должна содержаться и экономика города. Главный, наверное, будет результат, когда вы сможете доказать, что ваши слова, в том числе и на встречах с горожанами, не разойдутся с делом. Евгений Первышев стал новым мэром в Краснодаре впервые за 12 лет. Спасибо большое, Евгений Иванович. О подготовке медицинской инфраструктуры к проведению Кубка конфедерации и групповому турниру Чемпионата мира по футболу шла речь на выездном совещании под председательством вице-губернатора Анны Меньковой. Говорили и о готовности медицинских организаций Сочи к зимнему курортному сезону. Продолжит Рината Шипулина. Помещение, где будут располагаться медицинские пункты стадиона Фиш, до начала совещания лично осмотрела вице-губернатор. Особое внимание к оснащению медблоков. Их здесь будет семь. А также работе бригад неотложной помощи. По всей чаше стадиона у нас запланировано 16 бригад. Каждому будет отведен свой сервер. В случае происшествия какого-то со зрителями, они этих людей будут оказывать помощь. Они будут вот так вот стоять. Просто будут стоять. И они их будут эвакуировать уже в медпункт. Подготовке медицинской инфраструктуры города к предстоящим спортивным событиям особое внимание отмечает вице-губернатор Анна Менькова. Несмотря на то, что у Сочи есть опыт проведения масштабных соревнований. На этот раз они будут проходить в летний сезон. А это дополнительная нагрузка на лечебные учреждения курорта. 160 тысяч гостей на матче Кубка Конфедерации дополнительно примет город. Обеспечить на достойном уровне работу всех медицинских служб – основная задача. Готовность, я сейчас уже понимаю, стопроцентная. Уже в начале следующего года будет произведена закупка дополнительно 20 машин скорой помощи, которые будут работать на Кубке Конфедерации. Кроме этого, Край берет на себя обязательство привлечь специалистов на эти мероприятия, на зимний курортный сезон и на Кубок Конфедерации дополнительно из Краснодарского края. Это будут самые высококвалифицированные медики. Мы очень достойно, в общем-то, с этой задачей справимся. Сегодня высокий уровень у лечебных учреждений Краснодарского края. У руководителей лечебных центров, в свою очередь, есть четкое понимание задач, необходимых к исполнению. Ближайшая подготовка к зимнему сезону. Больше полутора миллиона туристов ожидают на горнолыжных курортах. Кроме того, в феврале здесь пройдут международные зимние военные игры, а также чемпионат мира по бабслею и скелетону. И готовность всех медицинских учреждений должна быть на самом высоком уровне. Многочисленные мероприятия, которые проходят в нашем городе, все это позволило нам, собрав весь этот опыт воедино, построить, в принципе, очень такую ровную и стройную концепцию оказания медицинской помощи, которая здесь ждется на обязательном оказании стационарной медицинской помощи, при необходимости в экстренном и неотложном режиме работа скорой медицинской помощи и работа всех наших поликлинических служб в усиленном режиме. Средства на закупку медицинской техники и привлечение специалистов предусмотрены в том числе бюджетом края. Речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей. Часть автопарка скорой помощи и оснащение медицинским оборудованием останутся в городе. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Сочи в ближайшие сутки в связи с ожидаемыми осадками и активным снеготаянием на реках ожидаются резкие подъемы уровней воды, активизация экзогенных процессов, возможно усиление ветра. В случае ЧАЭС звонить с мобильного 010. К другим новостям. Глава Сочи посетил накануне село Верхний Юрт. Состоянием этого населенного пункта в целом Анатолий Пахомов остался доволен. Правда, еще остаются нерешенные проблемы, в частности с водоснабжением. Село Верхний Юрт сегодня претендует на звание самого благоустроенного. Отремонтировано больше полутора тысяч квадратных метров асфальта, проложены новые дороги, построены детские площадки, модернизирована трансформаторная подстанция, заменены электролинии. Вся эта работа проведена совместными усилиями депутатов, сотрудников администрации и, конечно, самих жителей. Сами люди тоже пошли навстречу, видя усилия администрации благоустройства. Заменено около 10 заборов за этот год по центральной дороге. Также ведется уборка преддомовых территорий, территории многоквартирных домов. Благоустроятся уже существующие детские площадки. Так, например, на переулке Табачном были установлены дополнительные лавочки, заменены урны. Предстоит еще покрасить газопровод, но это уже после того, как пройдут морозы. К слову, к их наступлению село было готово. Заранее обрезали деревья возле электролинии. Своевременно посыпали песчано-солевой смесью улицы. Между тем, без ошибок не обошлось. Есть и некоторые проблемы с водоснабжением, доложил на сходе жителей верхнего юрта глава Барановского сельского округа. Снабжение села у нас осуществляется двумя насосными станциями. Это насосная станция Октябрьская, которая у нас внизу, и насосная станция Багушевская, которая наверху. Техническое состояние системы водоснабжения неудовлетворительное. Сети мы приняли на баланс города, однако водоканал пока не до конца их принимает. Такого отношения к городскому имуществу заявил глава курорта он не потерпит. Анатолий Пахомов дал поручение правовому департаменту администрации подать в суд на водоканал за неисполнение своих обязанностей. Это была порочная практика, сделана до меня. Я говорил, что это глупо, когда взяли и передали юг водоканалу, а потом они Сочи водоканалом стали. Ну, что получили, то получили. Получили неорганизованную организацию, которая бесшабашно относится к нашему имуществу. Но проблемы с водоснабжением у жителей села Верхний Юрт могут возникнуть и по их же вине, если они своевременно не заключат договоры на вывоз жидких бытовых отходов. Владельцы 280 домовладений уже оформили необходимые документы. Осталось порядка 90. Контролирует ситуацию еженедельно специальная комиссия. На нарушителей составляют административные протоколы и выписывают штрафы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». 1 декабря истек срок уплаты налогов физическими лицами, то есть налогов за транспорт, имущество и землю. И по итогам 2016-го, с учетом задолженностей прошлых лет, город недополучил около 1 миллиарда рублей. Налоговые органы до 1 декабря разослали сочинцам более 200 тысяч уведомлений с просьбой оплатить налоги. Ну а сегодня уже судебные приставы отправились по квартирам должников и от слов перешли к делу, к описи имущества. Вместе с ними в рейд отправилась Ольга Десятого. Сегодня судебные приставы исполнителя отправились в Адлер. Первый адрес должника – улица Свердлова. Вот этот мужчина задолжал 42 тысячи рублей. Это транспортный налог. Пока деньги не поступят в службу судебных приставов, они описывают имущество неплательщика. Мы арестовали телефон должника. Если он не оплатит свою задолженность, то в конечном итоге этот телефон будет изъят и реализован в счет погашения задолженности. 10 дней будет дано должнику, чтобы закрыть свою задолженность. А вот поэтому адрес у должника не оказалось. Он не платит транспортный налог уже несколько лет. Накопилось 34 тысячи. Должник здесь только прописан, но давно живет в другом городе, рассказывают хозяева. Но это не останавливает действия судебного пристава по аресту, отыскиванию и аресту имущества должника. В данном случае мы арестовываем по данному адресу имущество, которое собственники по данному адресу не подтвердили о принадлежности. Поэтому мы арестовываем, описываем и передаем на торги имущество. До того, как прийти в дом к должникам, налоговая разослала более 200 тысяч уведомлений. Только после подключились судебные приставы. По квартирам неплательщиков они отправились после 1 декабря. Это последний срок, когда налог можно было оплатить без учета пени. Всего в службе судебных приставов сегодня находится на исполнении более 31 тысячи производств. Результаты такие, что с начала года окончено у нас 13 тысяч исполнительных производств. Взыскано с начала года более 143 миллионов рублей в консолидированный бюджет по транспортному, имущественному, земельному налогу. С аналогичным периодом прошлого года уже в разы больше мы оканчиваем фактическим исполнением. Это благодаря тому, что активно применяются ограничительные меры на выезд должников за пределы Российской Федерации. Потом это запрет рек действий на транспортные средства. Таким образом, с учетом неоплаченных долгов прошлых лет, город недополучил около 1 миллиарда рублей. Между тем, эти деньги могли бы пойти на развитие социальной сферы курорта. Несмотря на то, что транспортный налог идет в краевой бюджет, из этих поступлений формируется так называемый дорожный фонд, и деньги с этого фонда распределяются из краевого бюджета на финансирование реконструкции дорог по муниципалитетам, в том числе и в городе Сочи. Поэтому плата транспортного налога прежде всего в интересах самих автомобилистов. Есть и такие случаи, когда налогоплательщики просто не знают о том, что за ними числится какой-то долг и никаких уведомлений не получали. 12 декабря, в общероссийский день приема граждан, они могут обратиться в налоговую и получить ответы на все вопросы. Если остались у налогоплательщиков какие-то вопросы по предоставлению льгот, правильности расчета налогов, мы готовы в этот день на них ответить. Есть и другие варианты. Узнать о наличии долга можно через интернет в личном кабинете на сайте налог.ру. Либо скачать мобильное приложение ФССП России Федеральной службы судебных приставов. Ольга Десятого, Владимир Киселев, Телекомпания, ФКТ. Четверть трудоспособных сочинцев получает зарплату в конвертах. На курорте продолжается борьба с незаконной оплатой труда. По поручению Анатолия Пахомова во всех районах города работают контрольные группы по выявлению неформальной занятости. В городской администрации прошло уже 29-е по счету заседание межведомственной комиссии, на которое были приглашены теневые предприниматели. На сегодняшний день Гострудинспекции Край оформлено штрафов на 10 миллионов рублей. Тем не менее, в ходе мониторинга продолжают выплывать предприниматели, которые уклоняются от выплаты налогов и выдают зарплаты работникам в конвертах. Такие нарушения выявляются практически во всех отраслях. 26 тысяч сочинцев получают серую зарплату, и это недопустимо, отметил Анатолий Пахомов. Мы уже не раз на эту тему говорили и просили наших предпринимателей, чтобы они просто-напросто на чужих ошибках сделали выводы и прекратили эту ненужную практику, которая делает вас нарушителями закона в первую очередь. По результатам последней ревизии, проведенной в Хостинском районе, выявлены 4 нарушения. Предприниматели, ведущие деятельность вне закона, были приглашены накануне в мэрию на заседание межведомственной комиссии. Одни платят зарплату ниже минимальной, другие – в конвертах, а некоторые работодатели и вовсе не предоставляют отчеты в налоговую службу. Вы знаете, что по трудовому законодательству человек к вам зашел и работает 3 часа. Вы обязаны оформить с ним трудовой договор. Все эти люди, которые у вас работают по серым схемам, они потом пополняют армию обездоленных людей, которые становятся нашими пенсионерами. Таких в городе сегодня 43 тысячи человек. А вот самим предпринимателям выписывают штрафы. Может грозить даже уголовная ответственность. Ведь устраивая на работу человека без оформления документов, работодатель не может быть уверенным в безопасности своего коллектива. По данным полиции, в ходе работы ревизора в Сочи были найдены преступники, находившиеся в федеральном розыске. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Некоторые управляющие компании лишаются лицензии из-за того, что не справляются со взятыми на себя обязательствами. Как пример, управляющая компания «Багратион». Жильцы ряда домов, которые она взяла в свое управление, постоянно жаловались на плохую работу. Елена Всецына побывала в тех домах, где нет взаимопонимания между жильцами и управленцами. Таких домов в Сочи мало, но они и есть общежития на улице Пластунская. Их здесь два. Большая часть комнат муниципальные, но кто в ней живет? Сами ли ответственные квартиросъемщики? Или они сдают жилье квартирантам? Сказать сложно. Хотя, судя по тому, в каком состоянии находятся коридоры и подвалы, вывод напрашивается один – хозяина в доме нет. Да и сами жители привыкли уповать на кого угодно, только не на себя. В конце концов, прибраться в собственном коридоре можно и без посторонней помощи, и не делать надписи на стенах. Оба общежития на Пластунской относятся к управляющей компании «ЖЭК-1». Жильцами диалога у коммунальщиков нет. Я пошла, взяла. Даже акт о составлении работы, чтобы он составил работу, что будет делать. Он взял вот так, кинул мне в лицо. Конечно, у управляющей компании наверняка тоже претензии к жильцам, судя по квитанциям, платят таких домах за коммунальные услуги, исправно не все. Долги зашкаливают и за 100 тысяч, но это больше за тепло и горячее водоснабжение. Жильцы второго общежития решили выбрать новую управляющую компанию. И это их право. Сложнее ситуация на Мацесинской, 17, где дом полностью социальный. И там сами жильцы не смогли сменить коммунальщиков. А управляющая компания «Багратион» отметилась и в этом доме своей халатностью. Они выставили нам тариф 24 рубля с квадратного метра. Кроме этого, мы еще платим 10 рублей с квадратного метра за найм. Итого получается 34,50 за один квадратный метр. Они собирали деньги с таким тарифом, и слесарь приходил по требованию на третий, на второй день. Дворника как такового не было. Если мы звоним, говорим, слушайте, мы совсем грязью заросли. И они присылали в месяц один раз двух женщин, максимум в месяц один раз, чтобы они что-то подмели. Но жильцы здесь в большей степени пенсионеры, люди старой закалки, сами берут в руки тряпки и веники и не хотят свое жилье доводить до такого состояния, как общежитие на Пластунской. Глава города Анатолий Пахомов на планерке много вопросов адресовал именно руководителям управляющих компаний относительно санитарного состояния домов и в целом их работы. И рекомендовал жильцам больше предъявлять требования к тем, кто взял на себя обязательство обслуживать многоквартирный дом. По итогам мониторинга выявлено, что не все управляющие компании выполняют свои обязательства в рамках заключенных договоров. Вы заключаете с ними договора, ну и требуете с них выполнения, и выполняют, суды подавайте. Но надо это делать. В следующем году в Сочи будет работать санитарная инспекция, задача которой следить за чистотой в городе, в том числе инспекторы заглянут и в жилые дома. Штрафные санкции предусмотрены как управляющим компаниям, так и непосредственно к частникам. Такой опыт позаимствован у коллег из Казани. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. 9 декабря в День Героев Отечества в Сочи на мемориале воинской славы состоялась церемония захоронения останков участника Великой Отечественной войны сочинского энергетика младшего сержанта Григория Некрасова. Летом этого года останки героя были найдены поисковиками Северодвинска и привезены из Архангельской области. А сегодня представители Кубань Энерго передали родным солдата личные вещи воина энергетика. Слово Татьяне Говорковой. Гимн России и залп из автоматов – дань памяти павшим в боях. Сегодня в День Героев Отечества на мемориальном комплексе в завокзальном районе добавилось еще одно захоронение. Теперь здесь покоится младший сержант Григорий Некрасов. Летом 41-го он ушел на фронт добровольцем, а год спустя погиб на полях сражений в далекой Карелии. Долгие годы о судьбе солдата не было известно. Лишь в этом году его останки были найдены поисковиками Северодвинска. Поисковики обратились в администрацию Сочи и Кубань Энерго с просьбой оказать содействие в поиске родных и получили широкий отклик. Кубань Энерго горячо поддержала идею вековечения памяти сочинского энергетика на его родине. У нас были архивные данные, которые подтвердили, что это наш бывший сотрудник, который работал на первой дизельной станции в городе Сочи. После этого было принято однозначно решение по увековечению подвига, который он совершил, будучи имея бронь и имея право не идти на фронт. Он принял для себя мужественное правильное решение. Установить личность солдата удалось благодаря медальону и ложке погибшего воина, на которой был нанесен адрес проживания. Сотрудникам сочинских электрических сетей удалось найти родственников и сегодня энергетики передали им личные вещи павшего солдата. Меня переполняет гордость просто за то, что у меня родственник такой есть, настоящий казак Некрасов. Огромное спасибо Кубань Энерго за организацию такого впечатляющего мероприятия по захоронению. Портрет двоюродного дедушки, который держал в руках Александр, был написан студенткой Сочинского колледжа искусств Дарьей Сидоровой. Когда пришли в наш Сочинский колледж искусств представители из Кубань Энерго и рассказали об этой теме, я очень заинтересовалась, потому что у меня с собой, у самой прадедушку, как бы его не нашли. Проводить со всеми почестями в последний путь участника Великой Отечественной войны и передать его останки родной земле пришли многие сочинцы, курсанты городских военно-патриотических клубов, юно-армейцы, представители казачества и городской администрации. Сегодня очень важный день, потому что мы в этот день героев России благодаря поисковому отряду из Северодвинска и благодаря нашим работникам Кубань Энерго захораниваем останки героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли почти 19 тысяч сочинцев. Каждый четвертый из них погиб. Работы по поиску павших солдат ведутся по всей стране. Защитникам Отечества, павшим в боях, возвращаются их имена. Останки некоторых доставляют обратно на родину, поэтому на мемориальных комплексах всегда оставляют пустые места. Имя сочинца, героя воина-энергетика Некрасова Григория Николаевича уже внесено на стену мемориального комплекса воинской славы в Сочи. Татьяна Говоркова, Демидт Даниловский, телекомпания ФКТ. Сочинцы поддержат свою землячку. 12-летняя Гера Арестова приняла участие в телевизионном конкурсе юных талантов «Синяя птица». Гера, несмотря на недуг, решила попробовать свои силы во всероссийском состязании. Она выступила в номинации «Вокал» и спела песню Аллы Пугачевой, своего кумира. На этой неделе идет голосование на сайте птица.тв и в смс-сообщениях. В воскресенье будут объявлены имена детей, которые пройдут в финал. Голосование заканчивается 10 декабря в 23.59. Геру Арестову уже поддержали в своих аккаунтах в Инстаграм. Мэр Сучи Анатолий Пахомов, а также победитель третьего сезона вокального конкурса «Голос детей» Данил Плюжников. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент ткани, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.